Поставленная задача повесить вот такую сушилку на балконе запускающимися поперечными. На потолок надо закрепить две реечки намета поперек балкона и вдоль балкона подвешены на ниточках такие палочки, которые соединены веревочками вот с этой штучкой, шарик вынимаешь из зацепления и опускаешь ее. Белье вешаешь, за ниточку потянул, вот эта речка поднялась наверх, зацепил, белье сохнет вверху. Проблема никакой, здесь инструкция подробная, нормально, на трех винтах крепишь к потолку поперечная, потом подвешиваешь на нитках эти штуки. Самое главное подобрать длину ниток, они даны с запасом, каждый под свой рост ориентируются. Так, длина купленной вот этой сушилки метр шестьдесят. Значит, но беда в том, что на балконе у нас пластиковый потолок. Что делать? И я не запомнил, где рейки там идут. Вот я уже насверлил дырок. Там под дырками пустота, конечно, жалко портить это все. Вот у меня возникла идея, сейчас попробую вам ее рассказать подробненько. Во время установки буду все снимать. На свеженасланный ламинат пройдем к картоночке из-под того, что ламинат, оставим лестницу. Берем дрельку. Дрелька у меня самая простейшая. Я не профессионал, профессиональный инструмент покупать, так скажем, мне ни к чему. Вот такая дрелька с возможностью сверлить ударно. Просверлив в пластике дырочку, сначала используя ее как кондуктор, сверлим потолок. Ну, я только начало покажу, чтобы не держать одной рукой. Сверлим не забывая смачивать, победитовая сверла. Дальше берем вот такую короночку разборную. Вставляем центрирующую свертышку. Одно рукой, конечно, неудобно показывать. Закрепляем его. Так вот. Надеваем короночку на 25. Почему на 25, я скажу позже. Так вот. И фиксируем гаечки. Так вот. И фиксируем гаечки. Да, одной рукой можно, оказывается, ее собрать. Нажимаем по электрической вот такой вот дрельки аккумуляторной. И высверливаем аккуратненько отверстие под 25. Сильно не давить, а уже проскальпировал. Там два слоя, так что оба надо пройти. Пластик потолочный дыркой. Вот, все. Все, видите, дырочка. Одна здесь на остальных. Дырочка. Дырочку. Дырочка. Продолжение следует... Так, все прошли. Увидели там поперечину. Сейчас ее снимем сверло с этой коронки и без сверла эту реечку подберем, чтобы не мешало. Изъяв направляющее, центрирующее сверло из коронки, подрубаем вот так реечку. Вот и все. Все, подрубили. Теперь основной фокус. Обрезок трубы 25 мм. Вставляем в отверстие. Нормальный здесь, зазорчик минимальный. И вот так по краешку обводим карандашиком. Так, снять я это не могу, потому что рука одна. Сейчас прервусь. Отметили уровень потолка. И с помощью вот такого резачка отрезаем этот пеночек. Советую сразу взять и подписать. Ну, пока. Я вот один, а этот низ. Потому что края все равно неровные. Пускай вот как митили, так он и встанет. Когда работаешь один, помочь некому. Вот сначала крепишь центральный. Шурупчик не до конца закручиваешь. А потом вот третий низ. Соответственно, вставляешь. Уп, упала. Ну и первую, соответственно. Ну вот, примерно вот так получилось. Карандашные отметочки сотрую еще. Вот видите, вот шатаю все крепко. Вот это вот подтянуть надо. Это крепко. Сейчас подтянем. Пару щелочков потуже. Все нормально. Набор продольных палочек поставляется вот таким образом. Запутанным в нитке. Сверхный скотчем. Скотч легко снимается. Самое главное не повредить ниточке. Потому что одну вешал повредили, так скажем, через пару раз. Как повесили простынь, у меня напорвалась. Все. Начинаем с конца ниточек. Потихоньку распутываем их. Зацеп у нас будет висеть вот на этой стенке деревянной. Вот таким образом. Вот. Вот на таком уровне. И, соответственно, к зацепу. С одной стороны здесь коротенькие ниточки, с другой длинные. Вот коротенькими к зацепу надо. Ну, в общем, вот очередной промежуточный результат. Рейки висят. Веревки протянуты. Значит, протягиваем веревки просто. Поддаем одну палку. С одной стороны у него короткий шнурок, с другой длинный. Короткий мы кладем в ту сторону, где вот эта полочка на стенке. Берем короткий. Пропускаем через крайнее. Через крайнее колесико. Вот там отверстие такое прямоугольное. Сейчас покажу. Вот. Пропустили. И так, соответственно, все шесть штук пропускаем в шесть отверстий. А длинные, соответственно, в дальнюю. Также пропускаем. Потом дальние идут по потолку. И сверху на короткий. И вот они парами вот так вот висят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Осталось теперь отрегулировать длину, где будут вот эти вот колпачки надеты. Вот такими колпачками. Каждая пара заканчивается. Они цепляются вот сюда. Колпачки будут на двух уровнях. Одни упираться вот сюда, чтобы не давать палки, на которые висит белье, низко опускаться. А другая... А, ну посмотрю. Еще я не делал, не могу ничего советовать. В общем, как-то вот так вот получилось. На управляющих веревочках вот этих хвостиках по два ограничителя на узелках. То есть они вот так вот сделают. Узелок завязан. Колпачок сверху. В общем, в этом положении палочки внизу вешаешь белье и поднимаешь наверх туда вот. Соответственно, эти другие шпенечки цепляешь. Вон она. И так вот все по очереди. Вот такая удобная конструкция. Вот на таком расстоянии от пола нижние ограничители. Их можно обрезать. Тоже придумать какое-то крепление. Вот так вот получилось. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова